Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова и в начале коротка о главных событиях к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies Патрика Пуаяне. На встрече было подчеркнуто начало добычи на месторождении Абширон. Главе государства была предоставлена подробная информация о параметрах проекта. Было отмечено, что добывающая скважина является наиболее продуктивной с наименьшими выбросами углекислого газа. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении деятельности компании Total Energies в Азербайджане. Стороны также обсудили перспективы реализации проектов возобновляемой энергетики в стране, в том числе в Нахчеване. Группа лиц армянского происхождения совершила нападение на посольство Азербайджана в Ливане. Об этом сообщает посольство МИД Азербайджана. В связи с этим Азербайджан направил Ливану ноту. Что известно о данный момент, подробнее об этом поговорим с политологом Орханом Набиевым. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте, Орхан Мяли. Добрый день. Итак, с чем связана такая агрессия? Именно в Ливане произошло нападение на азербайджанское посольство. Вероятно, страна не случайна. Так, давайте сначала посмотрим, что такое Ливан, что это за страна, где это находится. Потому что многим нашим зрителям, несмотря на то, что это географически близко для нас страна, это Ближний Восток, но многие азербайджанцы не знают вообще, что это за страна. И, в принципе, у нас никаких отношений не было. Если мы будем смотреть на официальную сводку Министерства иностранных дел Азербайджана, то у нас, в принципе, отношения начались в конце 60-х годов, в советское время, и потом большой разрыв. И недавно, по-моему, несколько лет назад открылось посольство. В принципе, у нас таких близких отношений с Ливаном нет. Ливан – это детище Франции. Ливан получила независимость от Франции, это ее бывшая колония. Но, в принципе, ее конституция тоже написана самой Францией. По конституции Ливана – это многорелигиоконфессиональная страна. Президентом должен быть христианин, премьер-министром должен быть суннит-мусульманин, а лидером парламента, спикером должен быть шиит. На данный момент влияние суннитов-мусульман там понижается, христиане вообще становятся аполитичными и покидают Ливан. На данный момент Ливан – это детище Франции и Ирана, потому что на данный момент само правительство Ливана, гражданское правительство Ливана – это failed state. Мы даже можем вспомнить, что в 2020 году там был большой взрыв. Экономика Ливана просто трещит по шпам. На данный момент де-факто правительство – это террористическая организация Хизбулла. И в такой стране, в таком государстве 4-5% населения – это армяне. Это армяне, которые жили в Османской империи. Они никакого отношения не имеют к нынешней Армении и Карабахскому региону Азербайджана. Это просто популисты, это люди, которые финансируются напрямую Францией. Потому что, как мы знаем, до сих пор существует очень сильное влияние Франции в Ливане и также очень военно-политическое присутствие Ирана в Ливане. То, что там происходит – это варварство. Если бы в любой другой стране компактно живущие азербайджанцы устроили бы такое, мы даже не можем себе представить, что азербайджанцы на такое способны, но если бы даже это произошло, то это был бы бой на весь мир со стороны Армении. А то, что на данный момент происходит в Бейруте – это наглость, это хамство. И это просто… это наглость и хамство со стороны мирового сообщества. А варваризм – это то, что происходит на данный момент. Получается, армянская диаспора не видит другого выхода, кроме как акты агрессии против посольства Азербайджана, учитывая сейчас складывающуюся ситуацию. Это показатель безысходности, когда бывает отчаяние, когда понимаешь, что вся конструкция, все нарративы на протяжении полувека, которые были построены, мы знаем, что вообще идеи Амиацума, они были зачатаны даже при советское время, и в диаспоре Армении, во Франции и так далее, в США, даже тогда, когда был Советский Союз. Эта полувековая идея, она сейчас канула в лето. И это последние попытки людей, которые видят свое разочарование. Весь миф, он на данный момент трещит под швам. И используя это, некоторые страны, европейские страны, в особенности Франция, хочет максимально и жить для себя в выгоду. То есть мы знаем, что Франция это никакая не страна, которая идет против прагматизма, это прагматичная страна. И то, что сейчас на данный момент происходит, это то, что Франция пытается максимум выбить для себя из этого конфликта. Вот в заявлении также говорится, что всем 50 нападавшим удалось скрыться. Звучит это неубедительно. Верите ли в то, что Ливан выдаст преступников или каким-то образом накажет их? Абсолютно, абсолютно. Это фейл стоит, как я говорил, в переводе с английского означает падшая страна. Там нет никакой государственной системы, она очень слабая. Там очень много политических, религиозных организаций, которые тянут власть на себя. Государство само не может справиться с этим. Даже несмотря на то, что есть так называемые вооруженные силы Ливана, они не имеют никаких полномочий. Там вооруженные силы контролируются Ираном, это группировка Хизбулла. В принципе, в Ливане внутри государства находятся несколько государств и правительств. Поэтому, учитывая все это и учитывая близость Ливана с армянами, близость и зависимость Ливана от Франции, такого не будет происходить. А какова видится дальнейшая ситуация, так как провокации нарастают на посольство нападения? Были еще также, кстати, нападения на посольство Азербайджана в Лос-Анджелесе, напали на консульство. Также в Лондоне, если можно вспомнить, какова ситуация в дальнейшем видится вам? Первым делом Азербайджан должен усилить защиту своих дипломатических зданий, своих дипломатов. Это обязательно, и Азербайджан должен запросить официально у правительства полиции тех стран, где есть максимальная опасность таких инцидентов. Они должны попросить дополнительную защиту, но параллельно с этим азербайджанская политика должна идти так же, как она шла. Это запланированная заранее, это предсказуемая политика. Азербайджан все делает четкими шагами и демонстрирует всему миру. При этом должно усилиться именно медийное покрытие во всем мире. Эти кадры должны облететь весь мир. Азербайджан должен усиленно показывать миру, кто такие армяне, как они борются и что вообще происходит в мире. Кто есть прав, кто есть неправ. Потому что эти кадры, как и предыдущие кадры, когда наш великий дипломат Яшар Малим в Совете показывал кадры, если такие инциденты будут еще, такие международные организации, консультации и так далее, наши дипломаты эти кадры должны показать всему мировому сообществу. Большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы. Я отмечу, на прямой связи со студией был политолог Рахан Набиев. Продолжаем выпуск. Началась ознакомительная поездка в Агдам представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военных атташе и иностранных журналистов в связи с отправкой азербайджанским обществом красного полумесяца продовольственного груза для удовлетворения нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. На прямую связь к студии подключается корреспондент СБС Фарид Адилов. Он находится на дороге Агдам-Ханкинди. Фарид, здравствуй. Что известно на данный момент? Здравствуйте, коллеги, уважаемые зрители. Продолжаем информировать вас о последней ситуации на дороге Агдам-Ханкинди, где, я напомню, двумя днями ранее, куда приехали два грузовика с 40 тоннами мучных изделий для жителей Карабахского региона армянского происхождения. Грузы были доставлены от Азербайджанского общества красного полумесяца. Относительно последних новостей, хочу вкратце проинформировать вас о сегодняшнем дне, что же произошло сегодня. Сегодня эту дорогу посетил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он также ознакомился с ситуацией на дороге. И вслед за этим на территорию прибыли представители военных атташе, аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса. Они также начали ознакомительный визит в Агдамский район. Около 60 человек из более чем 50 стран и международных организаций прибыло сюда, на дорогу Агдам-Хангенди, чтобы также ознакомиться с ситуацией на дороге и с грузами, которые ожидают согласия от российского миротворческого контингента и армянского населения Карабаха. Я отмечу, что здесь присутствуют представители таких стран, как Турция, Китай, Россия, Япония, Швейцария, также Румыния, Сербия, Чехия, Аргентина, Колумбия, Мексика, Южная Корея и многие другие страны, а также представители международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения и многие другие. Хочу также отметить слова, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, который в интервью о местном и зарубежном телеканалам заявил, в очередной раз подчеркнул справедливую позицию Азербайджана, позицию Азербайджана на стороне, которой выступает мировое, на стороне которого выступает также ООН. Я напомню, еще во время оккупации Карабаха были четыре резолюции Организации Объединенных Наций, которые говорили о немедленном выводе всех оккупационных сил с территории Карабаха. Хикмета Гаджиев в интервью местным и зарубежным телеканалам в очередной раз подчеркнул позицию Азербайджана. Он заявил о том, что никаких проблем у Азербайджана с населением Карабаха армянского происхождения нет и никогда не было. Население Карабаха армянского происхождения является заложником существующего на данный момент режима на территории временного дислоцирования российского миротворческого контингента. Он заявил, что Азербайджан в любой момент готов оказать помощь армянскому населению Карабаха, как и любым другим гражданам Азербайджана вне зависимости от их национальности, конфессии и так далее. Ведь Азербайджан является многоконфессиональным, многонациональным государством и здесь никогда, на территории Азербайджана, никогда не было расовой или этнической дискриминации. На этом у меня пока все. Будем дальше держать вас в курсе событий. Студия. Большое спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Фарид Адилов. Он рассказал, что сейчас происходит на дороге Агдам-Ханкенди. А теперь возвращаемся к главной теме дня. Как мы отметили ранее, группа лиц армянского происхождения совершила нападение на посольство Азербайджана в Ливане. Подробнее в материале Эльнара Алиевой. Около 50 человек армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли урон ограде вокруг административного здания посольства и забросали здание посольства бутылками, заполненными краской и прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщили и в Министерстве иностранных дел Азербайджана. В результате нападения сотрудники посольства не пострадали. Чем же так были недовольные демонстранты, не совсем понятно. Да и подобные случаи, к сожалению, не редкость. Лица армянской национальности, проживающие за рубежом, зачастую проводят далеко не мирные акции протеста перед зданиями азербайджанских диппредставительств и, согласно традиционному сценарию, выступают с абсурдными заявлениями и необоснованными обвинениями. К слову, это уже второе нападение на посольство Азербайджана именно в Ливане. И, как отмечают эксперты, вовсе не случайно. Армянская диаспора в Ливане, именно в Бейруте, она очень сильная. Это не мигранты. То есть, если во Франции или, допустим, в США, в России, армяне считаются мигрантами и эти диаспорские местные организации все это организовывают и осуществляют атаку, то в Ливане это местное население, это граждане Ливаны. Граждане Ливане, которые не являются мигрантами. То есть, они там осели еще со времен Османской империи. Поэтому это одна из наиболее мотивированных, агрессивных групп. Это первая часть. Вторая часть вопроса – это партия, террористическая партия, Дашна Критюн. Именно в Ливане она базировалась, именно в Ливане она получила силу, поддержку, денег. Усиление безопасности дипломатических миссий Азербайджана является приоритетом, учитывая тот факт, что армянская диаспора, как отмечают эксперты, имеет богатый опыт работы с террористическими группировками. Уже во второй половине XX века основной характер и план действий армянского терроризма начал меняться. Более 16 террористических организаций, в том числе известная террористическая организация Асала, начали действовать в Австрии, Ливане, России, США и Швеции. Члены этих террористических организаций действовали в развитых и развивающихся странах и осуществляли нападения на дипмиссии их руководителей неоднократно. По словам аналитиков, в нападении на дипмиссию Азербайджана в Ливане не обошлось без заинтересованности третьих сил, в числе которых прослеживается след французских спецслужб. Мы имеем дело с Францией, поскольку именно они там даже на сегодняшний день очень сильны. Несмотря на то, что сейчас Франция теряет очень большие силы и страны, влиятельные для себя в ее экономическом положении, и пространстве стран франкофонии – это Нигер, Габон, Мали, это страны Западной Африки. Тем не менее, Франция навязала нам, а может не только нам, но и Турции, и России, огромную геополитическую игру. Можно понимать, что Франция сейчас на перепути, и она пытается сохранить свое определенное гидимоние в мировом порядке. Череда нападений на азербайджанские посольства начались прошлым летом. В июне прошлого года в Париже создался предпоказ фильма «Дорога, ведущая в Карабах», снятого французским телеканалом РТВ при поддержке посольства страны во Франции. В ходе демонстрации картины радикально настроенные представители армянской диаспоры Франции напали на Центр культуры посольства Азербайджана и попытались сорвать показ фильма. Они скандировали провокационные лозунги и пытались нанести ущерб зданию центра. Второе нападение на посольство Азербайджана было зафиксировано также в августе прошлого года в Лондоне. Члены радикальной религиозной группы, организовавшие нападение, проникли в здание дипкорпуса, устроили в нем погром, а затем вышли на балкон и выкрикивали экстремистские религиозные лозунги в адрес Азербайджана. Объектом третьей атаки стало посольство Азербайджана в Ливане. В сентябре 2022 года толпа армянских экстремистов попыталась ворваться в здание дипломатического представительства Азербайджана в Бейруте. В сентябре прошлого года посольство Азербайджана во Франции вновь подверглось нападению радикально настроенных армян. Они пытались проникнуть в здание и нанести ему ущерб. В январе этого года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Тогда один человек погиб, двое пострадали. Что же касается второго нападения на посольство Азербайджана в Ливане, как сообщили в Министерстве иностранных дел, в целях выявления и задержания преступников, связанных с данным нападением на посольство, в МИД Ливана направлена нота и принимаются соответствующие меры. В настоящее время охрана посольства усилена. Ведется расследование. МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции в связи с отправкой транспортных средств под видом гуманитарного груза в направлении пограничного пункта пропуска Лачин. Французские машины, сопровождающие их руководящие лица нескольких французских городов, включая мэра Парижа Анн и Дальга, которые озвучили ряд провокационных заявлений против Азербайджана. Учитывая вышесказанное, посол Франции в Азербайджане Анн Буайом была вызвана в Министерство иностранных дел страны. Страна расценила как провокационный акт попытку отправки товаров на международно признанную территорию Азербайджана под любым предлогом, без согласования с Азербайджаном и вопреки воле азербайджанской стороны. Такие действия явно противоречат международно-правовым рамкам отправки международной гуманитарной помощи. В связи с этим до сведения французской стороны был доведен решительный протест. От французской стороны было потребовано положить конец шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Община Западного Азербайджана прокомментировала высказывание председателя Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота, который выступил с заявлением о важности включения в зону охвата миссии Европейского Союза в Армении и территорий Азербайджана. В связи с этим община просит воздержаться от подобных провокационных заявлений, направленных против суверенитета Азербайджана. В заявлении общины подчеркивается, что большая часть территорий, патрулируемых в миссии ЕС в Армении, это районы, где жили азербайджанцы, впоследствии подвергшиеся депортации. Община Западного Азербайджана отмечает, что председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии должен призвать правительство Армении создать условия для возвращения азербайджанцев на земли своих предков, а миссию Европейского Союза содействовать этому процессу. К другим темам. С января по июнь 2023 года Греция импортировала из Азербайджана более 1 млрд кубометров газа. Об этом сообщает статистическое управление Европейского Союза «Еуростат». Поставки газа в июне составили более 174,5 млн кубических метров по сравнению со 163 млн кубических метров в мае, показав рост на 7,1%. А общая сумма расходов Греции на закупку природного газа из Азербайджана составила почти 524 млн евро за первые 6 месяцев 2023 года. Согласно данным Министерства Эдр-Едьки Азербайджана, за январь-июнь 2023 года в стране добыто более 24 млрд кубометров природного газа. За этот период объем продажи азербайджанского газа составил 12 млрд кубометров, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава МИД Турции Хакан Фидан направился в Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов, в частности, актуальные региональные и международные темы. Предстоит провести сверку часов по ситуации в Украине, Южном Кавказе, в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии. Также одной из основных тем обсуждений станет Черноморская терновая инициатива. Это первый визит Хакана Фидана в Россию в качестве министра иностранных дел Турции. Сегодня Кыргызстан отмечает 32-летие обретения независимости. Этот день является символом суверенитета, национальной гордости и стремления к свободе для кыргызского народа. Декларация о суверенитете Кыргызстана была принята Верховным Советом страны 15 декабря 1990 года после распада Советского Союза. А 31 августа 1991 года парламент принял декларацию о государственной независимости. С тех пор Кыргызстан проделал значительный путь по развитию. Республика установила дипломатический порядок, провела реформы в различных сферах и стала активным участником мирового сообщества. Сегодня Азербайджан поддерживает тесные связи с Кыргызстаном. Отношения между Баку и Бишкеком находятся на качественно новом уровне. Документы, подписанные между странами, являются тому подтверждением. Страны имеют общие корни, культуру и традиции. В настоящее время Азербайджан и Кыргызстан прилагают совместные усилия для более эффективного использования потенциала сотрудничества между странами. Также сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня независимости. Глава государства подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном возросли до уровня стратегического партнерства. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел переговоры с заместителем главного исполнительного директора компании из ОАЭ Мубадала Хабейдом Альшимари. В ходе переговоров был обсужден реализация текущего проекта по приватизации существующих и строительству новых энергоблоков на базе Тали-Марджанской ТЭС. Рассмотрены возможности расширения сотрудничества путем проработки новых инвестиционных проектов на базе государственно-частного партнерства в сферах зеленой энергетики, здравоохранения, образования, развития дорожной инфраструктуры и других областях. Отметим, что Мубадала является инвестиционной компанией правительства Абудаби с персоналом более 100 тысяч сотрудников и общей стоимостью активов более 276 миллиардов долларов. С каждым днем в нашу жизнь все глубже проникает искусственный интеллект. Уже сегодня он широко применяется в различных областях от медицины и промышленности до транспорта, образования и даже журналистики. Использование искусственного интеллекта облегчает нашу жизнь, но в то же время вызывает вопросы о безопасности и этике при автоматизации принятия решений. Участники международного форума в Казахстане постараются ответить на вопрос, как найти правильный баланс между технологиями и человеческим ресурсом. 12-13 октября в Астане состоится крупнейший в Центральной Азии технологический форум Digital Bridge 2023. В этом году основной темой форума станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире. Ожидается, что Digital Bridge 2023 объединит на своей площадке свыше 20 тысяч участников, представляющих порядка 300 IT-компаний из более 15 стран мира. Мероприятие представляет возможность встретиться с ведущими мировыми экспертами в области IT-технологий, которые поделятся своими передовыми практиками, опытом и инсайтами. Искусственный интеллект сегодня — это, наверное, одна из таких самых горячих тем, обсуждаемых в мире. И оно понятно, потому что на самом деле это революционная технология, она сопоставима, наверное, с тем влиянием, которое интернет оказал вообще на развитие человечества. Поэтому мы выбрали темы этого года — Artificial and Human Intelligence, как найти правильный баланс между искусственным интеллектом и человеческим интеллектом, и как сделать так, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не нес определенные опасности. Форум Digital Bridge ежегодно проводится в Астане с 2018 года. Организаторами мероприятия являются Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Казахстана и Международный технопарк «Астана Хаб». Международный форум традиционно проходит с участием президента Казахстана Касым Жумарта-Токаева, лидеров мировых компаний, лучших международных и казахстанских экспертов в сфере IT-инноваций и венчурных инвесторов со всего региона. В этом году в рамках Digital Bridge ожидается более 30 панельных сессий, подписаний соглашений и мероприятий от Google for Startups. Хедлайнеры форума — всемирно известные личности из мира IT будут анонтированы позднее, однако организаторы обещают в этом году особенно удивить. Традиционный Digital Bridge — это площадка, на которой мы, конечно же, обсуждаем новые технологии, мы обсуждаем подходы в бизнесе, мы обсуждаем, как стартапам масштабироваться, как выходить на международные рынки, мы смотрим, на что обращают инвесторы внимание при выборе проектов. Но особенность этого форума, что помимо этого мы, конечно же, будем обсуждать, как изменились подходы к развитию талантов с появлением искусственного интеллекта, какие этические вопросы ведет за собой повсеместное использование этой технологии. Мы будем поднимать вопросы устойчивого развития, экологии и многое другое. На международном форуме традиционно пройдет ряд выставок — корпорации, робототехники, IT-школ, региональных IT-хабов и ярмарка вакансий от крупнейших IT-компаний. В рамках мероприятия также состоится вручение Digital Bridge Awards — одно из самых престижных наград для стартапов и предпринимателей в регионе. Особое внимание IT-комьюнити и широкой публике ежегодно вызывает Астана Хаб Баттл — самая масштабная битва лучших IT-стартапов. В этом году призовой фонд Баттла увеличен в четыре раза — до 75 тысяч долларов. В жюри Баттла будут представлены самые крупные инвесторы Казахстана, поэтому не исключено, что интересные проекты, кроме официальных призов, смогут получить еще и дополнительные предложения от бизнеса. Заявки на участие в Астана Хаб Баттл принимаются на сайте форума до 20 сентября. Елена Косолапова, CBC. В Габоне произошел переворот. Военные отменили результаты выборов, на которых победу третий раз подряд одержал Али Бонга. По словам путчистов, состоявшиеся 26 августа выборы были несправедливыми, их результаты аннулированы. Действующие органы государственной власти распормированы, границы Габона закрыты до дальнейших распоряжений. Уже шестая страна Африки за последние три года пережила военный переворот. И на этот раз такой страной стал Габон. Захватившая власть группа военных объявила назначение главы государства на переходный период командующего республиканской гвардией генерала Бриса Алигенгемы. Заявление было сделано в эфире национального телевидения, через которое военные ранее объявили о захвате власти в стране. В свою очередь, президент Габона Али Бенбонгаундимба находится под домашним арестом. Войной сообщили, что он отправлен в отставку. Кроме президента, задержан его сын и члены правительства. Захватившие власть пояснили, что аресты были проведены в связи с предательством национальных институтов и коррупцией. Также одной из причин переворота стала болезнь президента, который не имел права избираться на третий срок. Сегодня Габон переживает серьезный институциональный, политический, экономический и социальный кризис. Мы должны признать, что проведение выборов не заслужило доверия, на которое так надеялись наши граждане. К этому добавляется безответственное управление, которое приводит к постоянной деградации социальной сплоченности, угрожая привести страну к хаосу. Мы призываем народы и общины братских стран, проживающих в Габоне к спокойствию и безмятежности. Мы подтверждаем нашу приверженность соблюдения обязательств Габона перед национальным и международным сообществом. 26 августа в Габоне прошли выборы трех уровней – президентские, парламентские и местные. Причем на их фоне были введены достаточно серьезные меры безопасности. На сутки были закрыты внешние границы, блокировался доступ в интернет, в стране вводили комендантский час. Официальный представитель правительства Родрик Мбумба Бесаву пояснил, что меры приняты с тем, чтобы не допустить насилия, призывов к нему и распространения ложной информации. В президентских выборов участвовали 14 кандидатов, среди которых был действующий глава государства Алибен Бонга Ондимба. Он добивался переизбирания на третий срок. Переворот произошел почти сразу после того, как государственный избирательный центр Габона объявил, что действующий президент страны Ондимба переизбран на третий срок. Тогда оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами. День независимости Габона теперь не 17-го, а 30-го августа. Армия освободила нашу страну. Мы свободны. Мы имеем право быть свободными и выражать себя так, как мы хотим. Всем, кто живет за границей, вернитесь. Наша страна свободна. Да здравствует свобода Габона. Да здравствуйте те, кто способствовал перевороту. Ситуация в Габоне стала очередным ударом по престижу Парижа. Это африканская страна, бывшая колония Франции. И здесь до сих пор присутствует французский бизнес. По словам премьер-министра Пятой Республики Элизабет Борн, французская дипломатия столкнулась со многими кризисными ситуациями в этом году. К ним также добавилась ситуация в Габоне, за которой во Франции внимательно следят. Как отметила Борн, страна как никогда нуждается в своих дипломатах. Ранее военный переворот произошел в Нигере, который также был французской колонией. Для Парижа события в Неомее уже стали экономическим ударом. Теперь же аналогичные проблемы возникают в Габоне. Французская горнодобывающая компания «Эромент» уже объявила о приостановке операции в стране. Число погибших в результате возгорания в пятиэтажном жилом доме в центре Йоханнесбурга достигло 63 человек. Среди них по меньшей мере один ребенок. Как отмечается, число жертв еще может увеличиться. Пострадали 43 человека, в основном от отравления дымом. Причина пожара, который начался рано утром, на данный момент не установлена. Поиски людей в здании продолжаются. Пожар почти потушен. Здание было заброшено. В нем проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. По словам свидетелей, в здании проживало около 200 человек. Теперь о спорте. Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет решающий матч квалификации Лиги Европы и ФА против Словенской Олимпии. Накануне Агдамская команда провела контрольную предигровую тренировку. Матч «Карабах-Олимпия» начнется сегодня в 20.00 по бакинскому времени. Ответный матч против Словенской Олимпии на республиканском стадионе имени Тойвка Бахрама должен ответить на главный вопрос. В каком еврокубковом турнире Агдамский Карабах продолжит борьбу предстоящей осенью? У Агдамцев есть хорошие шансы выступить в Лиге Европы у ИФА, так как в первом матче подопечные Гурбана Гурбанова выиграли в гостях со счетом 2-0. Преимущество, добытое в первой встрече с Олимпией из Любляны, вполне хороший задел для продолжения борьбы уже в финальной стадии турнира. Минус межсезонья ознаменовалась большими кадровыми изменениями в составе Агдамцев. Команда наигрывает новые связки на поле. С каждым матчем мы наблюдаем все более комбинационный футбол в исполнении азербайджанского чемпиона. Это будет наша последняя игра перед групповой стадией. В первом матче мы одержали победу, но должны быть очень серьезными в ответной игре. У соперника имеется свой игровой стиль, поэтому нам нельзя расслабляться ни на мгновение. Посмотрели последний матч Олимпии в чемпионате, она проиграла, хотя результат матча должен был быть иным, но они не смогли использовать свои моменты. Постарались по максимуму настроить своих футболистов в предстоящей игре. Постараемся добиться выгодного для себя результата. Верю и доверяю своим игрокам. Вести борьбу на три фронта в первой части сезона не так-то и просто, однако у Агдамцев это всегда получалось наилучшим способом. Команда играет в квалификации Еврокубков, в национальном чемпионате Азербайджана и будет выступать в Кубке страны. Главная цель сейчас – полностью изучить ближайшего соперника. Мы проанализировали предыдущий матч и ребята увидели, что несмотря на победу со счетом 2-0, нам было нелегко. Мы должны оставаться в игре. Ответный матч между Карабахом и Олимпией состоится в Баку на республиканском стадионе имени Товика Бахрамова, на арене, на которой Агдам запроводят большинство своих Еврокубковых встреч. Именно Ахмедов, Рамис Мерешли, Си-Би-Си. И в завершение, как стало известно во время эфира, министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своей отставке в письме на имя главы британского правительства Риши Сунака. Текст письма опубликован на сайте правительства. Бен Уоллес отметил, что после отставки продолжит оказывать постоянную поддержку правительству Великобритании. Риши Сунак в ответном письме Уоллесу сказал, что гордится тем, как Великобритания ответила на войну в Украине. Премьер отметил исключительную важную роль Уоллеса в поддержке Украины. Бен Уоллес занимал пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал CBC и служите нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok